Всем привет и добро пожаловать в игру Life to Survive, оставленный выживать. К сожалению, дня труда у нас нету, поэтому приходится строиться так как можем. Так, а что у меня? Я апгрейдил слегка вот эту маленькую башню, раз у нас больше нету халявы по постройке, сносу и апгрейду, то потихонечку надо что-то вообще строить, в принципе не обязательно это будет эми-вышка, по большому счету вторая мне здесь вообще не нужна, да и первая скорее всего тоже, ну так, потихонечку можно апгрейдить, потому что немного ускорения на нее вообще нужно тратить, и собственно она приносит какие-то очки по 150-200 очков, даже уже по 200 и будет приносить по 250, а строится в короткое время 6 часов, 7-8 и так далее, соответственно в день труда пригодится по-любому. Ну и всегда можно будет, грубо говоря, вторую тоже построить потихонечку, в общем поднабрать немножечко очков на несколько уровней и наград. А пока у нас этого нету, надо выбрать что же вообще я буду строить, наверное я все-таки танкер сделаю, чтобы у меня на всякий случай было побольше ресурсов, да будет так. Ну и собственно 2 дня будет апгрейдиться, ну на самом деле быстрее, потому что получим какие-нибудь еще награды из сундучков, за турниры, ну и так далее, вот опять-таки выпало 2 ускорения, уже на самом деле будет чуть-чуть быстрее раз-раз, и уже чуть меньше 2 дней, так что здесь до окончания, войти, личный рейтинг, этапы, окей, с этим разберемся чуть попозже. Сейчас мы сделаем рейт на базу, так как я потратил все ресурсы, соответственно нужно их восполнить по-быстренькому. На автопролете, на автопрохождении просто немножко восполняю ресурсы, которые я израсходовал на апгрейд танкера. Немного, но каждый день по 2 раза, так по 60-80 тысяч бочек и в принципе норм. Так, награды уже никакой не будет, потому что я ее забирал, завершить экспедицию, выигрывать матчи, соответственно выиграем матч. Экспедиции надо будет, конечно, завершить, но также надо будет зайти и в турнир. Я уже получил, кстати, гранатомет здесь, начал его потихонечку апгрейдить, надо проверить нет ли там еще уровня апгрейда следующего. По-моему на 2 уровня я его проапгрейдил, но еще ни разу, кстати, им не пользовался, так что можно будет на самом деле взять в ПВП или в турнир и посмотреть вообще. Ну, лучше не в турнир, конечно, в турнире нужен пулемет, вот гранатомет там не сильно поможет. Хотя, как вариант, может быть, сработает, если я буду использовать коктейли Молотова и гранатомет. Вполне возможно, что гранатомет тоже вообще себя каким-нибудь образом хорошо покажет. Ну, а пока, собственно, ждем, видимо, бота, да? Ну, значит, легче. Дольше, но легче. Да, бот, 3 звезды, в принципе, не настолько все плохо. Ну, вылезаю уж тогда. Отлично. Все, отлично, хороший бот, мне нравится. Хороший бот, мне нравится. Давай, иди, возвращайся сюда обратно, бот. А я тебя жду. Ой, промахнулся. Попал. Промахнулся, но... Попал и попал. Отлично. Хотя бы с третьего раза попал. Так. Да не надо ничего тут кидать мне. Мне и без этого долго с тобой разбираться приходится. О, а у меня гранатомет стоит, кстати. Я, честно сказать, не ожидал. Он... Вот это мне не очень нравится, то, что в игре, когда ты получаешь новое оружие, оно зачастую вообще автоматически тебе ставится. Я, на самом деле, гранатомет не выбирал. А где он застрял-то? О, так, окей. У меня там сундучок. Где сундук со сказками? А, птичку не дают? Да не отклоняйся ты. Куда ты отклоняешься? То в одну сторону, то в другую. У меня ж... Не такая шустрая вообще снайперка-то. Какой... О, ничего себе! А как я оттуда сюда попал? Вот это нормальная игра. Это я понимаю. У меня телепорт работает. Вы видели, как я вообще переместился с одной точки аж через раз, два, на третью точку, на третью позицию. То есть, грубо говоря, две позиции просто пролетел насквозь здание. Так, ладно. У него тоже, кстати, гранатомет был такой же. Ну, в принципе, да, бот полностью повторяет вообще все, что у меня было. Хорошо. Награду забрали. И заодно уберем гранатомет и возьмем пулемет, потому что, в принципе, нам пулемет нужен, а гранатомет... В общем-то, можно улучшить. Оказывается, только два уровня улучшения. Ну, в принципе, можно эволюцию сделать, пока не хочу. Не очень-то это пока и надо. Тут, вон, редиска, редька, кленовые листочки. Вообще, красота, все как надо. Магазин клана. Что у нас есть? У нас есть эволюционная деталь, у нас есть гранаты. И, в принципе, аптечка на сдачу. Хорошо, я забыл про детали, которые, по большому счету, мне тоже нужны для того, чтобы покупать, собственно, в магазине все. То есть, в принципе, нужно еще в ПВП будет заглянуть. Ну, вот эволюция. А, кстати, можно заглянуть, там же ключик, поэтому пригодится. Надеюсь, его сразу можно будет заполучить сейчас. Надеюсь, надеюсь. Надежда, как говорится, умирает последней. Надеюсь, он вообще не умрет. Вот, и останется жить. Так, Робин Гуд, вперед за будущее. Ну, вообще, какой-то серьезный герой. Довольно-таки серьезный. Я не знаю, что вообще меня ждет здесь. Так, я еще и промахнулся. А почему? Почему? Так, он не туда... О! Ничего себе, слушайте. А прикольно, у него там как вообще, от взрыва или от чего он вообще ожил? Там же огонь был. Отлично. Какой же он глупый. Ну, ладно. В общем, на Робин Гуда не особо-то тянет. Да... Печальный герой. Давай, давай. Вылези еще немножко. А я не попал, а я не попал. 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 Ну, а, вон он там притаился, да? Ну, давай, давай. Смотри-ка, я еще и попал. О, еще два раза попал. Давай, иди сюда. Выбегай. У меня 2-0, поэтому мне это, в принципе, не важно. А вот тебе побегать придется. Показки тебе. О-о-о-о-о. Негодяй какой. Но, в принципе, он сюда уже не подойдет никаким образом, так что... О, долетело. Прикольно. Я, в принципе, так планировал, чтобы, ну вот, из-за угла здания немножечко туда. Да ладно, куда ты кидаешь-то бутылку? Не туда. Немножечко не туда. Я не спешу. Мне, в принципе, сейчас... Проигрывать не хочется. Незачем мне это. Да-да-да, давай. А-а-а. А, прикольно, кстати. Прикольно, молодец. Тут он меня немножечко поджал. Тут он меня немножечко поджал. Кстати, может еще раз так сделать, поэтому надо этого не допускать. А, не допускать это легко. Вот и все, в принципе. 19 секунд осталось. Ну и, в принципе... Ну и, в принципе, все. Красава, красава. Но тут он уже как бы просто хаотично, нервно бросал все, что вообще у него есть. Ему надо было, на самом деле, огнем и гранатами меня давить в самом начале начинать. А он как-то этого не очень понимает. Я не знаю, зачем ему это надо было. Если он проигрывал, то тогда зачем тратить вообще такое количество спецухи и оружия. Ключик мы еще не заработали, да, почему-то. Сколько там еще? Еще один выигрыш, да, если я правильно понимаю. А, еще один выигрыш. И, кстати, надо, на самом деле, беречь коктейль молотова, который мне нужен на прохождение турнира. Потому что без коктейля молотова там довольно-таки тяжело. Реально прям тяжело. Да ладно? У тебя же брони-то уже нету, ты забыл, что ли? Да стреляй, сколько тебе влезет. Вот и все. Какой настырный, а. Я даже прятаться не буду. Ну, просто незачем. Он прям красавчик. Так, что-то у меня не получается сюда прям убежать. Вот так вот. О! Меня ты тут не достанешь вообще, так что можешь сколь угодно долго там стоять стрелять. Это фишка игры. Это фишка игры, так что right to survive. Право на выживание у тебя не было в том матче. Так что извини, мне надо ключик забрать. Ради чего я, собственно, это и затеял. Отлично. Ключик у нас есть. И идем открывать сундучок со сказками. Надеюсь, там будет что-нибудь сказочно интересное. Да. Что ж, ну, бывает и такое. Заодно и ежедневное задание выполнил. Сам того не ожидаю. Давайте-ка заберем код, который, в общем-то, у нас есть в этот раз. И это GX-5U-9M-9-3. Окей. Отлично. Забираем награды. Фонарики, ускорения, немножечко голды. И открываем еще один ящик как раз за 25 золотых. Ну, в принципе, тоже неплохо, потому что приближаюсь к открытию запчастей. Надеюсь, что все-таки выпадет 5 запчастей, 5 пазликов во время открытия. Пока я дойду до 10 ящиков. Ну и плюс, поскольку у нас есть металлолом, мы можем прикупить еще пару каких-нибудь близняшек здесь. Во-первых, ускорение. А на второе не факт, что хватит, но хватило. Отлично. Что ж. Что у нас в экспедициях? В экспедициях у нас есть Карина. И, в принципе, по-хорошему ее надо, конечно, забрать. Потому что, ну, потихонечку-то прокачивать надо. Карина-то она молодец. Потихонечку прокачивать надо. Кстати, я не могу ее забрать, потому что не хватает. Не хватает. Да, ладно. Эта эволюционная деталь нам не нужна. И денежки. Ну, в принципе, можно забрать только просто потому, что надо выполнить задание. И все. Как раз с Кариной пойдем. Выполняются задания и проходится этап очень быстро. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Заглянем сюда по-быстренькому. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Так, все отлично. Вылезай. 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 Все хорошо. Быстренько разбираемся со всеми и идем дальше. В общем-то, ничего необычного. Ничего удивительного. Могли бы тоже сделать какое-нибудь автопрохождение экспедиции, на самом деле. Потому что, ну, иногда прям не хочется в них участвовать. Так, ты сам сейчас упадешь. Ой, а ты присел. Зачем ты присел? Все, вы упадете сейчас. Ты и ты. Быстренько, чтобы не выбежали вот эти вот спортсмены, которые там выбегают. И внизу он, и наверху был. Два спортсмена выбежали. Мы как раз время сокращаем на прохождение этих этапов. Ну, буквально там какие-то, я не знаю, секунд 10-15. Ну, на это время у нас остается на следующее задание. Так, что-то я у меня там отдача такая, точнее. Спешу я, да? Даже пулемет не нужен. Выполняется все легко и быстро. Все, идем, как обещал, в турнир, да? Нам нужно турнирные очки получить, поэтому, в принципе, идем. Сложный турнир, пулемет, дробовик, пулемет. Все, отлично. Кстати, по поводу пулемета, нету случайно какого-нибудь, ну, так, на всякий случай, нету какого-нибудь случайного апгрейда, который нам бы пригодился по-хорошему. Так, что у нас здесь стоит? У нас здесь кража здоровья, критический урон. Я бы, на самом деле, сейчас урон от выстрела в голову, урон кровотечения, темп стрельбы. Я бы, на самом деле, поставил кровотечение в настоящий момент. Мне кажется, это будет более актуально. Дробовик, да, по-моему, еще у меня там стоит. И дробовик, кровотечение, уменьшение отдачи, кража здоровья, урон. Но, в принципе, здесь все нормально, так, отлично. На спецуху, к сожалению, никаких вообще улучшений нету и пулемет я улучшить тоже не могу. У него урон 1600, да, у этого 1000. Понятное дело, что этот, конечно, лучше, кстати. Можно ли улучшить? Нельзя. Окей, хорошо. Нельзя, так нельзя. Магазин клана. Магазин клана, нам нужна монетка, мы выходим отсюда. Магазин ПВП. Ничего здесь купить нельзя пока. Возвращаемся в турнир и начинаем проходить турнир. К тому же, вся энергия восполнилась, соответственно, нужно ее потратить. Нельзя ее хоть копить. Вот как раз для чего нужен огонь. Отлично. Так, перезарядка. Берем пулемет. Здесь мне огонь не нужен, а вот тут как раз пригодится. Он как раз перезарядился и он нам помогает. Все, отлично. Перезарядочка. Кто у нас тут еще остался? Перезарядочка срочно. Так, куда мы идем? О, прикольно. А я даже не помню. А, да, был здесь. Все нормально. Ну и, в принципе, вот так вот и проходим. Мне кажется, так можно проходить вообще. Вполне возможно, даже безумие можно так пройти. Мне так кажется. Я могу, конечно, ошибаться. Возможно, безумие меня завалит очень быстро. Но на сложном уровне прям очень приятно, легко и быстро, да. Относительно быстро. Комфортно, сухо. Так, аптечечки. Забираем аптечки. Пригодятся, да, почему бы и нет. Какие классные штуки там внизу, если вы денег выливаете в игру. Да, смотрите, какая штука. Больше здоровья, время перезарядки. Заводная игрушка. Я тоже хочу игрушку, но денег тратить не хочется. Основной сложный понеслась дальше. Посмотрим, какой этап достанется сейчас. Так, здесь, по-моему, все элементарно просто. Здесь пока ничего серьезного нет. Здесь ничего серьезного нет. Так что не переживаем. Не переживаем, просто отстреливаем магазин за магазином. Ну и немножечко добавляем вот так вот. Огонька. А вот сейчас уже, мне кажется, нужно будет использовать, по-моему... Да, по-моему, сейчас нам пригодится. Да, вот. На всякий случай, вот, чтобы он больше к нам не прилетал. Привет. 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 Так, ты что-то... Ну, в любом случае, жизнь у нас есть. И, в принципе, пока... Огонь нам не нужен. Я, в принципе, надеюсь, обойтись без него. Не буду тратить больше... По крайней мере, сейчас. Возможно, если мы побежим вперед. А вперед мы уже не побежим. Кстати, опять осталась звездочка от огня. Очень много, на самом деле, спрайтов подвисает в игре. Если я правильно понимаю, это называется... По крайней мере, раньше это называлось спрайтами. Когда люди делали игры, старые аркадные игры. Возможно, сейчас это так же называется. В общем, остаются... Ну, я не знаю, просто... Если среди вас есть разработчики... Ну, или кто знает, как это правильно называется. Можете меня поправить. Ну, в общем... Остаются следы, которые не улетают с экрана. Так, а вот здесь вот нужен огонь. Огонь очень хорошая штука против жуков. Это прям просто мастхэв. Ой. А что это было? Как я прям так жутко быстро побежал. Я даже сам испугался вообще, что происходит. Жуки, на самом деле, очень-очень доставучие. И жрут много энергии. Просто нереально много. Так, а почему я не бросаю? Все-таки в игре какие-то есть такие непонятные... Глюки, загоны. Хорошо, нам нужно набрать пулемет. Пока подрывник там вдалеке идет. Но этот этап более-менее такой... Поинтересней. Урона много мне наносят, по крайней мере, жуки. С тобой мы разобрались, что нас ждет дальше. Опять жуки какие-нибудь будут или летающие? Летающие. А вот это, к сожалению, не очень приятно. Но, я надеюсь, мы справимся. Их много, в принципе. Но у нас пулемет подоспел, так что... Он там споткнулся, хотел по мостику побежать, но что-то не получилось. Споткнулся, упал. Ну и лежит. Что ж. Не будем ему мешать. Пойдем дальше. Осталось ли у меня еще... На разочек погулять осталось энергии. Так что погуляем еще немножечко. Раз позволяет. Почему бы и нет. О, вот это вот неприятно. Если летуны сейчас будут, это неприятно. В принципе, в основном неприятны только летуны. Поэтому пулемет я пока буду держать. Пулемет я буду... Да, вот. Да, да, да. Откуда вы взялись-то? Откуда вы взялись и вас так много? Откуда вы взялись и вас так много? В принципе, кровотечение вообще мне как... Кстати, на летунов кровотечение каким-то образом влияет или вообще никак? Мне просто интересно. Просто интересно, на летунов кровотечение вообще как-то сказывается. А да, смотрите, у них тоже кровотечение есть. Вообще забавно, что у механических каких-то непонятных летательных аппаратов есть кровотечение. Так, по крайней мере, не по обрыву побежали. Уже хорошо, уже прогресс. То есть, AI игры как-то работает нормально, да? То есть, мы не побежали сквозь обрыв. Прикольно, зомбик свалился в обрыв. Так, перезарядка срочна. И ждем какого-нибудь подвоха, кто у нас тут будет. Пока ничего серьезного, да? Это последние остались или еще кто-то будет? Все отлично. В принципе, не самый сложный этап. Единственный неприятный момент это летательный аппарат. Надо просто готовить пулемет и как раз тратить всю обойму именно на летательные аппараты. Личный рейтинг. Личный рейтинг шикарен. По крайней мере, топ-50 уже хорошо. А что там дается? Опять изоленты много, да? Ну, обмотаемся неплохо. Ну, и плюс там немножечко координат для прохождения экспедиции. 500 монеток, 10 уровень. Да я думаю, что если я даже всю свою энергию, которая у меня тут накопилась, потрачу, я даже до 10 уровня, наверное, не дойду. Ну, или дойду как раз только лишь до 10 уровня. Поэтому я не вижу смысла тратить всю энергию, которая у меня есть. Я ее буду копить и когда-нибудь, когда у меня ее будет много, там, 150 как-нибудь, я не знаю, тогда, да, можно сюда вот за ботинками, например, идти. Больше здоровья, скорость бега. 14% скорость бега. Ребят, вы чего издеваетесь? У обычных ботинок скорость бега 14%, 20%. Зачем такие викторианские, эпические вообще ботинки со скоростью бега 14%? Было бы 25%, было бы прикольно. Ну, или хотя бы 21%, да? Много прошу? Да, в общем-то, не очень. Ну, что ж, бесплатный ящик у нас тут подоспел. Замечательные очки нам дали. Завершить экспедицию. Но я думаю, что это все я буду завершать чуть позже уже, потому что код мы использовали в турнир. Забежали, в пвп повоевали. А, в общем, все здорово, классно. И на этом, пожалуй, видео завершается. Всем огромное спасибо за просмотр. Успеете использовать код, который будет действовать до 9 октября. В любом случае, пустячок, а приятно. Немножечко наград, энергии забрать всегда стоит. Поэтому, так, я на всякий случай куплю еще энергии. Ключиков у меня мало. Буду попозже разбираться. Завтра, наверное, тут 2 дня осталось, да? Так что почти 3 дня осталось. Так что ничего. Есть время разобраться, куда потратить ключи, на что. Точнее, монетки. Ну, что ж. Еще раз всем спасибо за просмотр. И до следующих видео. Или стримов. Что будет быстрее. Всем пока.